Яблочко катится, песенка поется, а в русской печке каравай да хлебушек печется. Хлеба не куска, так и в тереме тоска, а хлеба каравай, так и под елью рай. В русских домах пекли хлеб, в русской печке. Но не только хлеб, и разные вкусные булки, и крендели, и ватрушки. А мы с вами поучимся сегодня делать кренделечки. Каждому из вас я раздам по кусочку. Держи, Глеб, тебе кусочку теста. Ведь хлеб пекут из теста, правильно? Правильно. А тесто делают из чего? Из муки. Из муки добавляют туда сахар. Добавляют туда соль, добавляют дрожжи, чтобы тесто было пышное. При приготовлении хлеба и пирогов соблюдали особые таинства. Тесто готовили в большом керамическом горшке, потому что керамика надолго сохраняет тепло. В помещении, где готовили тесто, нельзя открывать окна и форточки, так как тесто боится сквозняков. Его ни в коем случае нельзя простудить, а наоборот, нужно укутывать, выхаживать, то есть вложить в него душу. Давайте с вами разделим ваш кусочек, который у вас в руках, на две части. Разделите на две части, потому что для одного кренделя это много. А мы сделаем два. Раскатаем колбаску, катаем ладошкой. Аккуратно, не торопимся. Всю душу хозяйки русские вкладывали в выпечку хлеба, потому что кормили своих деток. Теперь заворачиваем ее в кренделечек. Сначала делаем вот такую бараночку, а потом кончики баранки кладем в серединку нашего кружочка. Один и второй, перекрещивая их друг с другом. Теперь можно украсить крендель и посыпать. Прекрасно у тебя все получается. Вот и заворачивай. Все у тебя получается. Укрась свой крендель. Можно украсить разными крупами. А когда печете дома, то мама что у вас может использовать? Мак, да? Посыпает. Или такие сладкие шарики. Русские люди знали один секрет вкусного приготовления плюшек и калачей. После того, как хозяйка вынимала готовые изделия из печи, она посыпала их толченым сахаром с корицей. И запах распространялся на всю улицу. Вторую булочку мы можем скатать улиточкой. Улиточкой скатать делать? Можно я сам придумаю? Придумай, конечно. А улиточка также делается из колбаски. Закатывается по спирали. Сделайте еще по одной булочке. И украсьте, как вам нравится. Посмотрите, какие получились у нас калачи, кренделя. Улиточки. И все украшены. И ни одной похожей друг на друга нет. Ребята сделали все с фантазией. А без пирога не обходилось на Руси ни одно праздничное застолье, ни один пир. Не поглядев на пирог, не говори, что сыт. Без капустного пирога не могло быть именин, без корника свадьбы, а без сладкого чаепития. А уж караваем встречали дорогих гостей. Мы всегда встречаем наших гостей с нашим караваем. И посмотрите, какие здесь есть элементы, которые вам знакомы. Цветы, жгутики, колосья. Ведь этот каравай ребята сделали сами, своими руками. По улице молодец ходит, по улице молодец ходит, за собой народ он водит. За собой народ он водит. А мы бочки купили, а мы бочки купили, каравай снарядили, каравай снарядили. О нашему караваю, о нашему караваю, да на честь, на поквалу, да на добрую славу. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok